Следующее. Значит, мы сегодня поговорим о некоторых особенностях мирового, в том числе российского школьного образования, в смысле математики, в контексте рассказа одного Филиппа Дика. У рассказа Филиппа Дика такой известный, может быть, самый экранизируемый американский писатель. Да, Фантаст. Офигенный образ. Значит, у него есть такой странный и непонятный рассказ, что некий молодой человек, то есть юноша, открывает свои какие-то возможности, которым редко отличается от всех своих окрестных деревень, жителей. А у этих деревней, действительно, их всего две. У них и все это выполнено в эстетике майянской культуры. То есть там чудовище, которое отрывает руки, выходить нельзя, они к этому крылатому богу молятся и так далее, и так далее. И с загадкой оказывается та обстоятельство, почему он по своим способностям настолько сильно отличается от всех остальных людей. Он проводит определенного рода воздействия и выясняется, что на самом деле их деревня, в общем-то, не деревня, а дело все происходит на неком космическом корабле, который летит к далекой планете, где должны пройти десятки и сотни поколений. А почему, а как они оказываются? И все понимают, что если люди будут умными и разумными, то они это путешествие не выдержат. Но если они подлетят к этой планете, тогда будет снято табу на скрещивание между двумя деревнями, и появятся умные люди. То есть пока они замкнуты в каждой своей деревне, то они все примитивные дебилы. И там в обоих деревнях. Да, в обоих деревнях. А у него так получилось, что его папа и его мама таким образом тайно встречались, и он такой разумный, умный появился. Почему это очень важно? Потому что, например, очень многие люди говорят, давайте сейчас мы поднимем российское образование, школьное, что-либо еще. Это будет все совершенно правильно, будет казалось бы. Мы его поднимем. Но другое дело, насколько мы этих умниц и умников сможем удержать в рамках современного российского общества. Не потеряем ли мы их полностью, не истощим этот самый генетический механизм воспроизводства у русских. Почему же это действительно лучше держать некое состояние невежества, для того, чтобы они обладали низким кругозором, чтобы они не имели возможности изучать иностранные языки, чтобы они не были востребованы на Западе, и ни в коем случае туда не смогли удержать. — Я объясню, пожалуйста. Так если наладить систему образования, так и общество станет другим, и в этом обществе им будет нормально совершенно? Ну, может, пока в нынешнем обществе мы не можем, как и на этом же космическом корабле, если люди будут умными и разумными, они этот космический корабль своим умным разумом разнесут. А если общество будет такое циклически замкнутое, примитивное, как было в этих обоих деревнях, где их, на самом деле, просто механический робот охранял их границы, изображая себе, скажем, божество, то вот это так. — И ты знаешь, что похоже, есть такая пословица, если у вас нет собаки, ее не отравят соседки. — Да, да. — То есть это похоже на это, что давайте, чтобы у нас умники не уезжали на Запад, давайте как-то их не будем плодить. — Да, 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 совершенно верно. Чтобы умники не уезжали на Запад, мы не должны их плодить. Но для того, чтобы таким образом генетический потенциал российское общество сохранить. Понимаешь, да? — Это странно. — Потому что через 5-6 поколений они заведут нормальных детей, мы их по-нормальному обучим, лет через 100, и будет все хорошо. А пока, наоборот, надо бороться с всевозможными умниками и умницами, как вот на этом самом космическом корабле в рассказе Филиппа Дикого. Таким образом, чтобы они не появлялись, чтобы не было возможности, чтобы более талантливые люди куда-то уезжали. — А когда начать-то их, так сказать, продуцировать? Когда? — Ну, может быть, когда ситуация изменится, улучшится. — Так она не изменится, если молодежь, так сказать, не будет обрадованной молодежью. — Ну, нет, если как корабль летит, то когда-то летит. Так и здесь есть некая закономерность развития социума всей планеты, да? И поэтому когда-то это созреть, станет необходимым. — Да, например, тогда, когда мы сможем их, например, в рамках России русской цивилизации удержать. Сейчас мы удержать их не можем. — Как вы говорите, русской цивилизации уже не будет? — Ну, с другой стороны, здесь очень такая натяжка по поводу генетики. — Нет, это условно. — Ну, почему русские чрезвычайно... — Если человек уехал, то генетика не потерялась никак. — Ну, почему? А русские очень быстро, они во втором поколении уже теряют собственную русскость полностью. — Нет, понятно, здесь ничего не изменилось от того, что мы не ехали. Генетически ничего не изменилось. — Нет, изменилось немножко, потому что, ну, когда если мы даем людям высокий уровень образования, то люди с определенными генетическими предпосылками начинают показывать более способностями, показывать более высокие способности и быстрее уезжают. — То есть все время у тебя... — А, Горг, Горг, Горг. Понятно. — То есть здесь вопрос не... — Знаете, это же известное... — Что же не в том, чтобы они скрещиваются, не делать их, а чтобы их не обучать. — Знаете, да, знаете, что известный анекдот, что петербуржцы, приехавшие в Москву, повышают средний кирпичный уровень обоих городов. — Знаете, да? — Почему? — Ну, потому что идет отрицательный отбор тут от дебилов. — Тут в Москву уезжают дебилы, но по сравнению с москвичами они оказываются умниками, то есть гениями, поэтому возрастает уровень Москвы. А с другой стороны, поскольку отсюда уезжают дебилы, то средний уровень Петербурга тоже возрастает. Есть такой вот шеренский анекдот известный про Москву и Петербург придуман. Здесь точно так же, когда у тебя эта пирамида есть, тогда пирамида есть. Если мы всем даем образование, это одно из претензий к системе тестов, в первую очередь, к ЕГЭ. Почему? Потому что оно позволяет более-менее нормально оценивать способности учащихся. И дает людям, у которых более сильная экономика, возможность выбирать отсюда. То есть уже сразу же талантливых людей уже на раннем этапе их куда-то выкидывать. А пока нет никакой системы тестов, ну-ка отличие кто у тебя такой. Никак не отличие. Он к тебе приедет, не приедет. Может ты его считаешь человеком талантливым, он приедешь, и после этого эти два братца взорвут участие в Массачуссинском технологическом институте, взорвут бастунский марафон. Это же с ума сойти. Ребятам, каким-то тупым чеченцам, для них... Они учились по некоторым этим... Ну есть вещество, что они ничего не взрывали, а просто... Веярхии в ведущем университете... Есть вещество, что на них списали. Ну это есть, это как всегда, что они... Чтобы тебе вот эта верхушка, она у тебя потом не уходила, а если ты не будешь давать образование, то у тебя будет такая не пирамидка, а какашка такая будет... Значит, это же легко устроить, просто делать образование платным. И все, сразу... Платным опять тоже не то. Блин, какой-нибудь гаденыш придет из Архангельска с обозом с рыбой, все равно что придет. Ну нельзя такого допустить. Поэтому рассказ «Вели под дикой», я бы долго не понимал, имеет в современной России совершенный смысл. Мы понимаем, что талантливые и умные люди, то есть с определенного трансцендентными установками сейчас, не должны ни в коем случае получать достойного образования. Потому что тогда есть возможность, и мы их не удержим просто. Игорь, а что ты это не удрал? Ну блин, ну не удрал что ли. А почему ты думаешь, что другие удерут? Вот мне удивительно. Почему такая сразу прямая установка? Я, во-первых, вставил. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Ну почему? Не обязательно. Они могут искать более оснащенную лабораторию, например. Для сравнения, как этот проект очень удачно происходит. Великолепно удачно. Вот здесь я написал, вы будете смеяться, что это какая-то контрольная работа? Нет, это никакая неконтрольная работа современная. Это работа 1900 года ремесленного училища. То есть те, которые учатся 8 лет в ремесленном училище. Это училище, напомню, которое не дает право поступления в университет. Вот ты, когда выполняешь свою контрольную на отлично, ты, тем не менее, университета не имеешь права, потому что у тебя обозвание низкого уровня. Первая задачка. Ну, стабилического с латынию не знаешь. Да, ну еще еще. Первая задачка. Взять производную а sinx на единицу плюс cosx. Взять ее. Вторая. Вот такую внутривиальную производную взять. sinx в степени cosx. Теперь третья задачка. Это минимум и максимум вот такой функции исследовать. Это дается порядка часа на контроле. Раз. Теперь умение я это не решу. Это умение пользуется логарифмической линейкой. x минус 1. x на логарифм x при x равном 9. Это вот они учились в логарифмической линейке. Теперь вот взять вот такой интеграл, например, реальный. Вот, видите? Что здесь по большому еще пространу? Там по постановке можно как-то. Да, здесь у вас две постановки. Потом интеграл выводится к табличному. Понимаете? Всего 8 лет образования. Да. Вот, теперь смотрим. И сашему спекласснику можно это решать. Да. Теперь вот смотрим, значит, вот такую своеобразную задачку. Шар, в нее вписан цилиндр, а там два конуса. Сверху и снизу. Радиус этого шара сдается в вычислении вот этого выражения. А это вычисление вот этого предела. Ница минус косинус х на косинус х на косинус х. Вот такая задачка. Это шестая задачка. И вот седьмая задачка. А что для этой задачи нужно по числителям найти? В этой надо объем фигур вписанное. А, объем фигур вписанное? Да, если радиус может быть такой. Толщит. Нет, это объем. А, шар. Шар на косинусе. Там как два конуса. Ну, можно ее дословно прочитать. Да, нет. Понятно. Почти примеры. Да к чему? Так. Это значит вот такая... Знаете, не простые задачи. Вот, например, замечательная седьмая задачка. Это фокусы двух амерсов. Вот вы их видите, да? Соединены между собой, полученные таким образом. Ром вписана окружность. Составьте уравнение этой окружности, если известно, что им равно минимуму функции. Вот эту кубическая функция. Ну, понятно, что у нас находится квадрат в конце концов. Квадратичную. А Н больше на 175. Это у минимума. Обращаю внимание. 1900 год. Ремесленное училище, не дающее право на поступление в УЗ в университет. Не дает вот такая штука. Вот, пожалуйста. Это они делали за час. Этот вид считалось нормальным. И теперь вот появился базовый этот уровень ЕГЭ. Ну, значит, самая первая задачка, которую там задают людям, которые получились уже не 8 лет, а 11. Это... Так, это не пишет. Значит... Я чувствую, что у тебя все сведется в подлощи. Нет, у меня не сведется в подлощи. То есть две пятые... Очень похоже на то, что Евгений Берсеник говорит. Плюс одна четвертая. Плюс два. Равно. Что? Это вот такая первая задачка. Вот. Вторая задачка. Как? Ну, простых. Красных ЕГЭ. А, да. Красных ЕГЭ. Да. Это ЕГЭ. В конце... Это базовый ЕГЭ. Это базовый ЕГЭ. Это базовый ЕГЭ после КАКС. Два в шестой, умножить на три. Восьмой. И разделить на шесть в пятой. Тоже это вычислили. Презультатом прошлого ЕГЭ человек мог решить две такие задачки, и он заканчивал школу. Да. Теперь вот сложная задача. Десятая задача. Десятая задача. Из каждых ста лампочек, поступающих в продажу, в среднем три неисправны. Какова вероятность того, что случайно выбранная в магазине лампочка окажется исправной? Вау. Десятая задача. То есть почти повышенная сложность. Исправной. Здесь нужно внимательно как бы, что именно исправной, а не то чтобы испорченной. А вот задача практически предпоследняя. Это последняя. В сосуд цилиндрической формы налили воду до уровня 80 см. Какого уровня достигнет вода, если ее перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания в четыре раза больше, чем у первого? Ответ дайте в сантиметрах. Заценили, да? Что вода, потом у него радиус значит... То есть правильным путем идем? Да. То есть мы идем по тому пути, который описал Филипп Дик. И вот, например, следующее уравнение. Это седьмое. Найти корень уравнения. 3х-3 равняется 81. Сложнейшая задача у тебя. Очень сложная. 3х-3 равняется 81. А вот можете дальше почитать. Тяжело. В таблице показано распределение... Господа, задача номер 11. В таблице показано распределение медалей на зимних Олимпийских играх в Сочи среди команд, занявших первые 10 мест по количеству золотых медалей. Слушайте дальше. Таблицу поняли, да? Определитесь с помощью таблицы, сколько серебряных медалей у команды, занявших второе место по числу золотых медалей. Это базовый, это явно свежий экзамен. На знание операции отрицания. Это да. Это свежий базовый экзамен. Сейчас разделились экзамен по математике на два этих экзамена. Для тех, у которых есть математика, типа Матмерхи, да? Куда все это сводит. И вот такая вот с двадцатью вот такими вопросами вот такая. Это вопрос повышенной сложности. На это дается не час, как этим ребятишкам. Это на это дается четыре часа. Вот на все вот это. Вот на такие вот задачи. И вот на эту самую таблицу, которая заняла второе место. Это песня какая-то. Так, подождите, четыре часа же это физически тяжело высидеть. Конечно, за полчаса вообще. При том, что два раза правее он на всякий случай. Да, слушай, и в институт берут без экзаменов после этого еды. Да, такой, который не математический. Математический там посложнее. Но поскольку туда, куда идет математика, никто не поступает, то у нас, например, на косметическом приборостроении, на сегодняшний, для примера. Идут люди, которые решили вот четыре таких задачки. Четыре. Не две, а четыре. То есть вот они четырьмя такими задачками туда поступают. К учебе они готовиться не могут. Они в состоянии учиться с таким уголовным знанием. Но во многих слабых вузах их держат, особенно на коммерческом отделении. В результате, я говорю, что 90% выпускников технических вузов сегодня вот эту контрольную для ремесленного училища, не дающие права поступления в университет, не решат. Технических вузов, да? Не решат. Они вот это сделать не в состоянии. Я это видел много раз. Зачем? Не, Юрий, самое интересное другое. Самое интересное, что Юрий хочет оправдать, что это не просто так случайно, потому что она развалилась, а в этом есть замысел. Да, да. В этом есть высокий сакральный замысел. Это просто как бы... Я просто встречал, особенно среди врачей, вот недавно мне попадалась девчушка, ну ей лет 30, врач-офтальмолог. Да. Она у меня, у мамы прошла операция по устранению развела сетчатки, и через три дня после этого она ввел сюда, к этому автальмологу. Она сказала, о, ужас, у вас там такое, такое, все там это, кошмар, операции там это, не удалось, ничего не видно. Потом газом закачали, конечно, газ. Мама у меня три дня поврадала, потому что столько мучений, что-то вы знаете. Мы с горя отправились к офтальмологу, который оперировал. Тот говорит, ну подождите месяц-то там, газ рассосился, что-либо еще, а те макулы заросли. Потом выяснилось, что эта девочка 30-летняя, офтальмолог в поликлинике, первый раз в жизни видела последствия операции на макулу, более через три дня. Она ничего не знала, она запугала... Она видела какой здоровый глаз. Да, она видела, и она не представляла себе, что это такое возможно. Значит, что там является особенностью? Что здесь является особенностью? Значит, в том-то и проблема, что это вежливая, воспитанная, красивая девочка, я считаю, что быть офтальмологом, то есть быть врачом, ее призвали. Ее просто нагло обманули. Ей сказали, что она получила диплом врача. Ее взяли и обманули. Она готова учиться, она наверняка умная и способная девочка. Но ее просто обманули, что она врач. Это не вежливое объяснение. Да, это вежливое. А не вежливое? Ну, у нас вот такая ситуация длится очень давно. Вот недавно у нас... Вы же знаете, что наше ТСЖ входит в пятерку лучших ТСЖ по России. Ну, здесь вот это ТСЖ лепестки Косля. И я нашего уважаемого председателя ТСЖ Юрию Рейсу Степановну недавно поймал в следующем вещи. А почему она интересна? Потому что она длительное время была деценмером Коустаная. То есть большого города с 200 тысяч населением. Она начала нам рассказывать, а у нас тарифы на тепло, парни за 280 процентов, да? 280 процентов. А инфляция ставилась в 88 процентов. Я как за 10 лет? Такого быть не может. А потом я восстановил, как она решает. Представляете, как она решает? Вот у вас в один год была инфляция 8 процентов. Она берет 1 плюс 8 процентов. Потом, значит, еще на следующий год 9 процентов. Она еще 9 процентов добавляет. Потом 11 процентов. И она так добавляет 6. И получая за 10 лет 8. И это она воспроизводит. И никто не сказал, даже неловко. Особенно состоит ее в чем? В том, что она еще была длительное время. Там 20 сколько лет. Крупного города, промышленного. Вице-минем мэра. Кандидат психологических наук, между прочим. Нет, ну кандидат психологических наук, это сложные проценты. Да какие сложные проценты? Это любой дебил должен иметь дело. Чего вы рассказываете? Яшу не может, он уже на дебил. Любой дебил должен иметь с этой операцией. Это называется, она не сталкивается. Она психолог, ну да, естественно. Да какое она нам отчетность пишет, что-то еще там вычисляет. Любой дебил, любой человек, он должен уметь обращаться с процентом. Любой. Врачи, они молоды или кто-либо еще. После 11 класса вообще должен. Ну, это 4-й, 5-й класс. Вот она этим не владеет. Ей много ей в прошлом году торжественно. 65-й игр. Притом это еще лучший представитель. Она была ДЦМРом, и у нее СЖ входит в пятерку лучше. Так ты сам же говорил, что в Москву и дебил уезжает. Может быть и пусть она еще больше и дебил уезжает? Она там из Москвы потом уже. Может быть, может быть. Может быть. Вот такова, такова ситуация. Вот так она это выражает. Что-то как-то у тебя уже более радужное какое-то представление. То есть на самом деле везде... То есть наша российская нация самая крепкая в плане генофонда. Генофонда. Слушайте, я тоже так это смеялся, но я тут посмотрел сериал «Прослушка». И там негротянская школа Балтимера. Балтимера там 65% это негр. И вопросы им задает учитель по физике. Скорость самолета 100 миль в час. Скажите, дети, сколько миль пролетит самолет за один час? Никто не ответил. Да я в гробу видал твой вопрос. Ну, примерно так. Ну, потом кто-то ответил. Ну, кто-то ответил, чтобы пролетит 50 миль, потому что где зенитка? Нет, они там острили, как могли. Правильно ответили. Они, конечно, не могли. Так что это не общая ситуация. Я не думаю, что они тоже генофонд... Ну, нет. Есть на самом деле версия такая, что специально власти имущие, как бы, они специально понижают общий уровень населения, чтобы им больше, лучше манипулировать и властвовать. Да. Я сам эту точку зрения, вы помните, всегда отстаивал. Я полагал, что по результатам революции 68-го года у нас власть имущей элиты пришли к тому мысли, что не быстро ли мы бежим. Ну, для примера, да, если сравнить продолжение жизни в Советском Союзе мужчин, то в 40-м году она была порядка 40 лет была. В 61-м, 62-м уже 70-м. Представляете, это был колоссальный скачок, несмотря на войну и все остальные вещи. Но это произошло. Степаро он даже упал. И так произошло во всем мире. Тогда вот после войны был сумасшедший скорость и процесс. Эти прогрессы. Все думали, что действительно на Марсе будет яблониц вести очень скоро. Было очень на это дело похоже. Такой парфос. Но по результатам определенного рода действий, в первую очередь протестов во Франции, то есть властью 68-го года в Париже, по практике хиппи и применении ЛСД и всякого прочего, было понятно, что вся социальная структура мира на тот момент она не устоит. И в результате ведущие западные элиты, которые с удовольствием присоединились наши, приняли некое такое решение на принудительное понижение уровня образования и принудительное приостановку научно-технического прогресса. Вот мое такое время. Это было в 1969 году. Тогда в павильонах Стэнли Кубрика состоялся эпохальный полет американцев на Луну. Мы понимаем, что она была из этой области, из этой же мишки. И с той поры, вместо того, чтобы заниматься техническим прогрессом, люди начали его имитировать. Наша страна с удовольствием в этот процесс мешает. Какая же имитация? Типа, пожалуйста, Хабблы, Марс, сейчас... Для примера, вопрос, вопрос. Когда, в каком году первый марсоход прошел по Марсу? Это неважно, я имею в виду сейчас на Марсу. Марсоход, Марсоход, Марсоход. Семьдесят какой-то первый? Семьдесят первый. Семьдесят первый. Российский марсоход пошел по Марсу в 1971 году. Это же неважно. Ты говоришь, что с тех времен шли к оттуплению дороги. Нет, сейчас ситуация, она принципиально изменилась. Вот эти азиатские драконы, ну буквально с нулевых годов. Прошло по тридцать лет. Ты хочешь сказать, что за тридцать лет поменялось настолько, что успели и там? За сорок, да. За сорок лет? Нет. Здесь вопрос, конечно, я не совсем согласен, ну не то, что согласен, я не знаю. Мне не кажется, что это возможно принять волевое решение. Что они собрались и решили. Что это вполне закономерное явление. Массовая культура, избыточное перепроизводство, культ потребления. И он как бы естественным образом понизил их. Не то, что для этого не нужно было вот так вот умышленно решать. Целенаправленно. То, что действительно уровень, скажем так, может быть даже общий уровень и чуть повысился. Нужно считать, что был до 68-го, скажем, начале 20-го века, был очень низкий уровень, ну вот нижних слоев, рабочие, крестьяне, да. И было действительно вот реальное училище, которые были действительно высокого уровня. А те опустились, эти приподнялись, и уровень стал средний вот еле-еле. Вот. И он, скажем, опустился верхушка, опустился за счет того, что стали низы подтягивать вверх. А низы подтягивают, уже некому. Ну, ты знаешь, когда у тебя было там 10 человек в классе, и вот это учили, это да. А когда у тебя 40 человек в классе, ты не можешь учить. Ну, не знаю. Да, это часто делают, потому что в 2013 году, например, все российские вузы закончили три инженера-караблистрителя. Всего три человека. То есть такие вот. В каком году? В 13-м. В смысле, как? Три? Ну, три человека, просто три. В 2004-м? Откуда такая информация? Нет, не 2000, а 1913-м. Три кого? Три инженера-караблистрителя. Ну, то есть это, скорее всего, это как бы закономерное явление, и то, что действительно научно-технический прогресс... Ну, вот Эйнштейн учился, например, на факультете, в котором у них на физическом, в этом было три человека всего. Тоже. Фига. Вот вы сказали... Его жена, он и еще кто-то. Насчет продолжительности жизни... Да. Значит, это ваше, так сказать, утверждение... Нет, это моя, это строгая. Я этим вопросом специально занимался. Нет, сейчас можно я сразу скажу, да? Саша, вы опять отклоняйтесь. Это как бы не имеет сейчас значения. Что не имеет значения? Зачем ты это затыкаешь в неров? Потому что мы не это обсуждаем. А что обсуждается? Обсуждается знание. Вот как элемент того, что знание, что насчет того, что продолжительность жизни резко, вдруг какой-то период изменилась, это не так. Значит, статистика в Советском Союзе, продолжительность жизни, она закрытая. Ее открыли только, значит, после перестройки, после развала Советского Союза. И то не полностью. Понимаете? Поэтому то, что вы сказали, ну, это может быть... Ну, я примерно по другим сторонам знаю. По Британии там где-то на 10 лет было больше продолжительности жизни. И она тоже сильно выросла. Именно в тот период. Это не права статистика. Это не права статистика. Да. Ну, в Советском Союзе это тоже произошло. Понятно даже из общих соображений, что мы можем жить лучше. Это понятно, откуда мы можем это не понимать. Но вот тогда скачок, с моей жизнью уже понятно, с чем было связано, это масса использования антибиотиков. Говоренно произошел резкий скачок. Резкая, это просто, знаете, самое. Санитария, собственно, у меня пошла масса. Я, может быть, еще сейчас люди не помнят, но подавляющее число населения еще в 50-х годах было заражено глистами. И у нас имеют. По поводу пожертвов. Сейчас глисты это редкость. Благодаря суше возражения. Если, Игорь, если технического прогресса, если действительно до 70-х годов он шел на уровне мегапроектов, действительно крупных мегапроектов, транспортных, самолеты, космические корабли, то после этого, в обществе потребления, все ушло вот сюда. Не знаю. В принципе, я думаю, что по сложности вот это устройство, оно сопоставимо с марсоходом. Так вот я вот такими интересовался по сложности этого дела. С марсоходом-то она может быть и сопоставима по сложности, но задача доставки марсохода на Марс, она гораздо сложнее, чем любая по разработке. Но она решена так. Это странная вещь, почему я прошу прощения. Что на следующий день, например, для бурного прогресса открыто только две отрасли в знании по сути. Это медицинские технологии и электроника. Айти, да. Больше всего остальное закрыто. Притом, если взять мою любимую раскрывую, все помним, что все. Думаю, это что? Стагнации. Закрыто все. Где нет? Ну, закрыто. Что именно? Какие области? Физика, например. Физика. Химия. Биология. Раньше, если так думалось, наукой занимались энтузиастами. А сейчас наукой занимается кто? Вот она, моя любимая. Есть предположение, что сейчас наука настолько сложна, что ее понимание доступно очень небольшому количеству видов. И это странно же. Значит, по поводу. Соответственно, мы о них просто не знаем, потому что их настолько мало. Не скрыть результаты. Если они есть, то есть. Если посмотреть, что за последние десятилетия Нобелевские лауреаты становятся за достижение 60-70-х годов, то это само за себя говорит некому дать. Да. Нет, вот смотрите, вот моя любимая стрелая, где и инвестиции, и прибыль. Вот у нас сейчас единственное, все остальные, вот они висят вот здесь. Вот они. Сколько туда денег не вкладывает, поскольку революции нет, у тебя отдача будет очень маленькая. Она там далеко с этой штукой идет. Чего-то висит здесь, вот здесь. Сколько не вкладывай, опять отдачи нет. У нас есть с коммерческой точки зрения две технологии. Одна медицинские технологии, вот эти современные, вот она здесь. Ты вложил и получаешь на небольшой прирост денег, получаешь сразу же большой. И вот это, вторая курса, где у нас IT. Это уже скоро, да. Она вот на этом углу где-то носит, по моим представлениям. Она уже близка вот к тому же концу. Но она вот здесь вот так стоит. А все остальные на сегодняшний день в сфере научного знания, они закрыты. Но сейчас ситуация, она изменилась принципиально. Акрыты в каком смысле? Ну они закрыты в ступике. В ступике. Нет, они часто, а часто, потому что там есть... Просто понимаете, закрыты, закрыты в смысле для доступа, и мы не знаем. Для развития. Для развития. Для развития. Для развития. То есть они там, группа их оккупирована набором неких научных школ, которые вообще душат все живое. Особенно это в Америке известно. По изучению Людика Дмитриевича Фадеева, гораздо более чем у нас развит большевизм. Если им сказали, что это... На самом деле это беда науки и коммерциализации. Не только. Это беда всего общества еще. Ну и общество тоже. И социально мы не очень сильно развивались. Наука не должна на самом деле базироваться на прибыли. Она должна как... Я считаю, что главный прогресс, единственный прогресс в качестве жизни, он состоит в том, что в этом... В научно-техническом прогрессе. Потому что стоит... Вывести листов было у человечества, ну копейки стоило. А качество жизни очень сильно возросло. Вот такая история. Или вот недавно в Бельгии, ну лет 15 назад. Хелебакторство всех хроничили. Это тоже стоило копейки. Но что? Хелебакторство. Игорь, это стоит копейки. А сколько хочешь? Хелебакторство. 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 Бактерии, которые вызывают язву. Да. Да. Малярия тоже. Вот 60. Да. Это очень-очень-очень важно. Вот этот процесс торможения, он закончился. Я спрашивала у одного профессора, совершающего Светлана Леонидовна. Она в Аханинском медицинском институте преподает. И у нее есть специальная группа из индусов. Ее тезис. Любой индус раз в 10-15 более умнее образовывания любого русского. При этом обратите внимание. Ей в Аханинский медицинский институт достаются отбросы. Понятно, что лучше едут в Британию, США, что-то. И еще. Ни один российский студент не в состоянии сказать общее давление, если у тебя дано давление парциальных газов. Да. Давление газов, составляющую смесь. Каждое их парциальное давление дано. Не в состоянии ответить на этот вопрос. Любой дворочник индус отвечает на этот вопрос в ходу. Ну и там с компьютерами и со всем. Вот это разница. Почему? Оказалось, что на сегодняшний день западная цивилизация, сумевшая договорить в свое время с Советским Союзом, то есть с этим миром, оказалась перед выбором, перед этим налетом индусов, китайцев, корейцев, получивших доступ к современному образованию. И бывает, что реально, что сборная России по математике не занимает никакого местной международной олимпиадии по математике. Сингапур третья. Но у нас 140 миллионов человек и традиций. А у них 3 миллиона человек и традиций нет. То есть вот эта ситуация. И сейчас так получается, что… Все-таки изначальная мысль как переверните. У нас специально образование занижено, чтобы сохранить генофонд русских в России. Ты считаешь, что все-таки то, что у нас случились такие потери в образовании, это не результат развала и катастрофы, а результат как бы полномерного, хитрого плана? Да. Хитрый план состоит в том, что нахрен мы будем вкладывать деньги в свое образование, если те, кого мы образуем за наши деньги, уедут в США. Зачем мы будем спонсировать Америку? Нет, так понимаете, что у нас вкладываются колоссальные деньги в образование, да? Не вкладываются. Нет. Почему? Вкладываются административные ресурсы в это. Подожди. Ну дай вот договорю фразу, да? Вкладываются в нашей стране деньги в образование, да? Так а где эти применяются эти работники, которые получили эти образования, да? Есть ли у нас эта потребность в стране? Тут же очень много факторов. Понимаете? Это так. Вы понимаете, под словом «вкладываются в образование». Это так. Давайте это тоже. Сейчас я отвечу, что вот под образованием, да, если, допустим, сравнить уровень расходов на образование по отношению к... Что имеется в виду, в вашем понимании, расходы на образование? Это не экономический вопрос. На аппарат, так сказать, обслуживающих? Да я так говорю фразу. Удельный вес расходов на образование ВВП у нас, значит, фактически на 40-50% меньше, чем в Западноевропейском Союзе. Вот о чем вы говорите. То есть в пересчете на ВВП на душу населения. А в эти расходы на образование входит все, да? Нет, значит... А входит ли там непосредственно административный расход? Смотрите, господа, очень просто поднять и с теми же деньгами, которые есть, очень легко поднять уровень образования тоже математики в России. Ну просто сделать. Для этого надо провести радикальный ремонт учительского корпуса. А проще напросто взять учителей и прогнать их через обычный ЕГЭ. Потом дать 2 года людям на самообразование, если они в состоянии после этого образоваться, и дать его на хоть какой-то пристрой, брать, то есть решать вот такие простые задачи, если они не в состоянии их будут решать, хотя бы, не говоря уже о таких, то их просто выгнать с работы. И это даст мгновенный эффект, оно не требует никаких особо денег. Это все административные какие-то меры. Возможно, на самом деле проблем состоит в том, что вот как Саша начал об этом говорить, что может не нужны такие люди в разработке. Ну не нужны я тоже социально. Если не просто социальный запрос, не так и происходит. Не нужны, не нужны. Ну и все. И тогда ты там поставь лучших преподавателей, все равно ничего не изменится. Человек, окончившись с отличием школы, куда ему идти? Он не знает, куда идти. У нас в принципе нет понятия личного и социального роста. Его нет. Деградация образования – это следствие, деградация экономики. Конечно, следствие. Следствие. Да, но все происходит наоборот. То есть все-таки катастрофа и разбал. Если ты хочешь поднять экономику у себя сильно, ты начинаешь с образования, а не наоборот. Нет, может быть и так. Если так, как ты говоришь, это называется ловушка бедности. У тебя деградация экономики тянет с собой деградацию образования. Деградация образования – дальнейшую деградацию экономики. Нет, на самом деле надо показать, сделать каким-то возможным и понятным, что ожидать людям, которые получат хорошее образование. Показать это. Показать, что наверху где-то там существует социальный лифт. Что люди с хорошее образование получают более комфортное, более лучшую жизнь. Ну это тоже неправильно. То есть как-то стимулировать. Стимулировать социальный лифт, да. Неправильно. Да что с ними нужно вам социальный лифт? Неправильно, неправильно. Ну а как? Ну а зачем я выучу все вот эти интегралы? Нет, господа. Смотрите. Наука занимается... Я не могу, чтобы улучшить свои социальные условия. Наука занимается по своей души, грубо говоря. Сначала не про науку. Сначала говорю просто про образованность общества. Про науку – это уже дальше, дальнейший ход. Ну вот мы, например, все получили прекрасное образование. Но никто после того, как он окончил УУС, никуда не пошли. Ну это вы не пошли. Я 20 лет ранее. Александр, я понимаю, что от станка это как бы от заида-залида. Да почему от станка? Не надо про себя говорить про всех. Вы говорите, что я не работаю по специальности. Понимаете, это разные вещи. Знаете, есть понятие понять мысль. Вы как бы хватаетесь за слово и это... Неправильно, потому что мысль неправильная изначально. А что я сказал? Сказал, что все работаем, мы это зря получали образование. Нет, мысль не в этом составили, а мысль мы составили в том, что у нас... Другое поколение. Другое поколение. Ваше поколение у нас. Это зависит от... Нет, 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 нет. Это от поколения зависит. Нижние условия есть, но есть еще индивидуальные особенности организма. Понятно, что если ты закончил институт в 70-м году и в 80-м, это две большие разницы. Скажем, в 85-м или 90-м, да. Это просто катастрофическая разница. И речь идет о... Когда было бы мы, там... Он имеет в виду выпуск 90-х годов. А там действительно... Нам никому не нужны были? Никому. А в Советском Союзе там бы распределение было. Ну, вот я не знаю, почему вы оказались в такой ситуации. А я-то начинал учиться в Горном институте, на Георазделочном факультете. И наш набор, наш курс выпускались... Ну, вот те, кто в армию не ходили в 80-м, в 90-м году. А те, кто в армию, ну, стало бы еще плюс, там, пару лет. И, действительно, из нашего выпуска, когда мы встречались, значит, по специальности, по окончанию работали вот со всего курса, со всего факультета, фактически. Потому что мы встречались с факультетом, там, не уделяясь на специальности. Ну, то есть 100 человек, да? Ну, собралось не 100, но выпускалось примерно 100. Ну, порядка 100, да? Да. Значит, работали по специальности по окончании два человека. В скобках прописью два. Почему? Потому что как раз в начале 90-х была светлая мысль в российском правительстве, что зачем нужна георазведочная деятельность в России? Если у нас запасов нефти только разведанных, да, там, на 100 лет вперед, запасов угля только разведанных на 250 лет вперед, ну, и так далее по списку, по-разному. Из чего был сделан вывод, что эта деятельность не нужна, и георазведочная индустрия была просто уничтожена. Понимаете? Мы не… Ребята, которые… Я-то не выпускался, а ребята, которые отучились и выпустились, они при всем желании, им было некуда пойти. Просто не было этого. И дальше по цепочке. После такого решения, когда у нас все разведано, нефть течет, есть деньги, спрашивается, а зачем? Нет, а зачем специалисты по микроэлектронике, которые я заканчивал? Когда есть деньги, можно купить хорошие микросхемы за рубежом. И наши предприятия по микроэлектронике, естественно, тоже все позакрывались, которые работали. И на встрече с однокурсниками, кто, чем только. Я, кажется, ни одного не нашел, потому что кто-то занимался по специальности. Ну, может, там кто-то был, но как-то даже мыслей никого не было спросить, а кто занимается по специальности. Потому что такой специальности в принципе нет у нас. Ну, может, в пару заводах там есть, где-нибудь Роснано, но и те устарели сто лет. Значит, в 80-е годы изначально вас избыточно не понадобили специальности готовили? Не готовили нормально на Советский Союз, на советские предприятия. Так готовили, так готовили. Да, но когда мы закончили, советские строительства разваливаются и нет никакой... При этом то, что с вами кто заканчивал, я уверяю вас, мы процентов 80 вот этого контрольные бы не решили. Да, я думал, что даже 90. Я знаю немного эту публику, они бы этого не решили. Не решили. Поэтому нахрен вообще такие специалисты нужны были? Да. Не, ну там, конечно, технологой можно было работать и не рассчитывать. Ну понятно, что технологой, но по сути вот этим, не тем инженером, а человек потерял пять лет, а потом он выполняет простейшие операции у себя. То есть, скажем так, действительно, даже по профессии, по которой мы заканчиваем, я могу сказать, процентов 60-70 были просто непригодны и даже не думали, что пойдут работать. А остальные были ограниченно правопригодны. Да. А о каких-то там современных вещах, о которых просто надо с ними рассказать, вообще речи не шло, просто люди были с ними не знакомы. Ну да. А все-таки... Это же замысел. Главный вывод в итоге всего доклада. Что застает? Это все-таки замысел? Или это все-таки... В коем случае... Нет. Я считаю, что замысел, да. Замысел. Ну я считаю, что это все-таки не замысел, а просто объективные обстоятельства. Так что... Одного с другого не может быть. Ну а чего, а чего в этом, ну... В том же в Южной Корее же, это же буквально 30 лет назад вообще никакая страна. Ну смогли же они справиться. Ну... Вот вам пример того, что сравните вы Северную Корею и Южную Корею. Куда вы свои стопы и взгляды направляете? А я в Северную. Ну это, конечно, мы как настоящие... Государственники и патриоты, мы конечно с вами. Это ваше. Разложение по спектру, то есть, что должны быть страны такие, как Россия, такие, как Америки, как Сингапур, Южная Корея и Индия, он как бы объективно, можно сказать, 80% таких, 60% таких, 70% таких. Вот здесь случайность, кто когда попадет. Мало того, что мы попали в ту зону, мы обязаны были попасть в ту зону потребления. У нас есть... Я не думаю, что потребление... Чего? Мы не обязаны мы были попасть. Южная Корея, чего не страна такая с потреблением? Нормальная? Нет, что мало нас населения, они не могут столько потребить, сколько мы. У нас есть... Ну, у них 40, у нас 140, но... А я не думаю, что дело все-таки в потреблении назад. Я тоже не думаю, что дело в потреблении. Я думаю, что вот как-то так... И при хорошем потреблении в Америке все-таки все процветает и растет. Нет. Здесь вопрос рынок потребления для мира. Потому что сюда... Мировая экономика работала на Россию последние... Китайцы... На нас, то есть мы потребляли все. То есть мы являемся средной потреблением, поэтому... Почему вы потребляли? Да что вы говорите? Я не думаю, что потребляли. Производился международный обмен. Саша не потребляет. Ну что вы говорите-то? Потребление. Саша не понимает. А, у нас промышленность? А, а, а! Значит, у нас страна... Мы нефть, а у нас все остается. Международный обмен. Я понимаю, Саша, так что... Значит, у нас страна-производитель. Мы производили, да. Нет, сейчас, 15 лет назад, последних у нас страна-производитель. Или потребитель. да нет такого понятия ты производитель и потребитель вы производитель и потребитель это экономически безграмотно вы говорите понимаете что? вы так же как кушать и пищать преимущественно преимущественно страна экспортировала природные ресурсы потребляла продукты добавочной стоимости я это и сказал если бы так сказали а вы говорите а в туалет мы не ходили что ли? конечно нет а туалет это наше производство это мы боем понимаете? это струк со сообразованием оно случилось не в 90-е годы не по ресурсам государства оно случилось гораздо раньше скорее всего уже в конце 60-х или 70-х вот такова ситуация у меня единственная грубо говоря вы запустили в космос и все до этого остановились да ничего не остановились был прогресс ну что вы там уже по энергии я даже по электричкам которые ходили в Петергоф знаю они каждый год ходили все медленнее и медленнее нет но это износ эта инфраструктура нет я могу кстати если ты это имеешь ввиду то я отчасти кстати согласен я единственное что я не верю что это какой-то заговор мне кажется причина в другом он весенним наслушался весенним все везде то что это была тенденция совершенно точно я учился же в этом в провинциальной обычной школе ну как она в городе считалась лучше это какой город город Кондопога 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 ну как мы там даже даже съездили съездили сфотографировались но это уже город русской воинской славы у нас просто мы когда учились в девятом-десятом классе я еще ходил в такой математический кружок где мы осваивали например такую премудрость типа мы умели решать там такие уравнения типа там 5 минус 9 равно чего-нибудь ну то есть вот когда появляется модуль например вот такие казалось бы простейшая вещь да прямую в школьной программе ее как-то не было и это нас в общем сильно развлекало и продвигало так вот когда мы были в десятом классе приехала министерская проверка то есть из Москвы как-то там комиссия должна была нас оценивать и член этой комиссии побывал на заседании нашего математического глуха посмотрел как мы все это дело пишем вот решаем потом когда мы ушли она устроила жесткую выволочку нашей учительницы смысл выволочки был такой ни в коем случае нельзя этого делать это будет все безобразие что вы здесь занимаетесь вот если у вас дети умеют решать уравнение типа х квадрат минус 4 равно нулю этого достаточно а вот это вот все это какое-то мракобесие и не надо этим забивать голову детям потому что происходит расслоение общества это является более умным это был 84-й год человек приехал из министерства вот втолковывать наши учительницы вот это понимаете это иначе назвать как сознательная установка на понижение уровня образования просто невозможно я не думаю что это заговор я думаю причины другие но что эта тенденция была это совершенно железно а вы знаете что вот просто те вопросы которые Игорь поднял это как это добиться повышения образовательного уровня вот у Юрии Латынина по крайней мере я слышал на Эхо Москвы последние там предыдущие 2-3 передачи она вот значит касалась в том числе образования пенсионного обеспечения то есть такие общечеловеческие вопросы я рекомендую послушателю почитать ее идея сейчас я сразу расскажу в чем идея в чем идея в частности давайте так бы не уклоняться в одном предложении одним предложением там комплекс предложений по образованию что я сейчас не буду пересказывать то есть то что она сказала знаете чем она знаменитая у нее кличка есть такая она знаменита что в своем романе у нее кто-то метался как стрелка ссылографа стрелка ссылографа ну во-первых ну во-первых были сложные слова были сложные слова были стрелки там не только один был экран там еще дополнительные были такие секретные сцинографы со стрелками сцинографы я рекомендую послушайте латыни или почитайте там многое почему я на самом деле не согласен что это все-таки это замысел потому что на самом деле есть желание видеть смысл то что происходит даже если происходит что-то то что нам не нравится понижение деградация разрушение свойство человека находить свойство человека состоит в том чтобы как бы осмыслить это и думать да нет это я этого хотел что так это на самом деле наше государство я не знаю там наши эгрегор наши или что-то в этом роде как бы этого захотело но это как бы все-таки так и остается желание по факту конечно же я думаю правда состоит в том что наша страна деградирует мало-помалу как бы иногда есть сильный витамп да при том не только не при Путине и не проглядые 90-е уже раньше достаточно вот мы деградируем и в этом как бы что тут можно сделать я не знаю как бы перестань деградировать начать работать если бы как бы можно было что значит работать ну можу же простые вещи делать например прекратить антиинхилектуальную агрессивную пропаганду こちら здесь же стоит вопрос это целенаправленно деградация но это же другая сторона это уже паранойя нет не паранойя я к тому что для того чтобы что-то поменять нужно понять так сказать что мы меняем и из-за чего что происходит Просто так вот, ни с того ни с сего взяли и начали менять. А почему у меня есть версия, что когда начали в школе постоянно реформы за реформой делать, то тем самым ослабили школу. Вообще у нас была достаточно нормальная стабильная школа. Никаких реформ делать было не надо. Все было и так нормально. А эти реформы, они на самом деле еще не лучше, они только ухудшены. И всегда так. Все, что работает стабильно, лучше этого не трогать. Потому что это долгими годами складывается и прочее. Нет, Булат, у тебя нет гипотезы, почему, собственно говоря, происходит ухудшение уровня. Но это не значит, что Америка там или там Запад. Нет, я понимаю, не значит. Я согласен, что не значит. Да, но помимо констатации факта, есть вопрос, да, причина этого происходящего. С фактом, я думаю, мы даже согласны. Я вот посмотрел на эти формулы, которые ребята из путяги, так сказать, делали. Я не знаю, я вот когда был в лучшем своем там втором курсе годного, я не уверен, что я бы все это сделал за час, так скажем. По крайней мере, этот вот синус, синус в степени косинус. Я так даже не помню, понимал ли я когда-то, как это делается. Это как раз достаточно просто, там сложнее, наверное, с геометрией. С геометрией. Да, да, да. С геометрией, да. С геометрией, да, вообще все. Через логовиум превращаешь в экспонент, и после этого спокойно диференцируешь. Ну вот я просто говорю, я сейчас не помню совершенно, пытался тебя когда-то делать. Нет, ну в качестве гипотезы, кстати, почему я предполагаю, происходило вот это сознательное понижение уровня образования еще при Советском Союзе. Сознательное ли? Я думаю, что вполне сознательное. И объяснение тут вот какое. Дело в том, что развитие науки... Видите, у нас ведь при Советском Союзе какая была ситуация? Наука работала главным образом на войну. То есть, конечно, производились огромные и значимые достижения. Но штука в том, что эти достижения с экономической точки зрения были исключительно затратами. Эти затраты никаким образом в экономику не возвращались. Ну, грубо говоря, ну сделали мы замечательную ракету. А какой плюс от этого экономики? Не знаю. У нас... Затрата ресурсов, минус, да, это отрицательная черта в советской экономике была. Совершенно верно. Это означает, что советская экономика работала на износ. То есть, она как бы потребляла свои ресурсы, но не имела механизма их восполнения. Что означает? Это означает, что к 1980 году, я думаю, наиболее здравомыслящие люди в верхушке уже понимали, что продолжать дальше научно-технический прогресс в стране просто нет материальной возможности. Мы не потянем... Они поняли очень простую вещь, что мы не потянем обеспечить материально этот прогресс. Потому что они не умели из этого прогресса извлекать выгоду. Это советская проблема. Но на Западе же тоже было иначе, хотя они умеют из прогресса. Вот я про Запад вообще ничего не понимаю. На Запад ничего не понимаю, я могу сказать. Про нас я думаю, что вот из этого... И поэтому... Игорь Николаевич, Ваше предложение это то, что специально затормозили научно-технический прогресс, но оно в корне не соответствует действительности. Ну, еще раз. Мы имеем дело с некоторыми факторами, по поводу которых вроде как мы все согласны. Я это предполагаю в качестве гипотезы, объясняющей эти факты. Вот у Игоря другая гипотеза. У меня такая. Что здесь противоречит? Я, честно говоря, не вижу, что тут сильно противоречит. Ну, реально было такое состояние. Это же к тем годам уже, по-моему, относятся размышления. Сейчас опубликованы в дневнике какого-то там сотрудника Политбелло, ну, из молодых. В смысле, ему было лет сорок, что ли, да? Когда он с ужасом пишет, значит, в дневнике, что проблемы с продовольствием в стране такие, что дело совершенно непонятно. Есть какие-то придурки, которые предлагают ввести карточную систему. Это невозможно. Но научно-технический прогресс, слова, и продуктовое снабжение – это разные вещи. Разные вещи. Но если у вас, извините, жрать нечего в стране, то какой научно-технический прогресс? Почему? Вот и было так, да? А вот и не было. Это можно было делать на короткой дистанции в режиме шарашек и поглощать ресурсы, которые были. А потом оказалось, что машинка-то поизносилась, что надо уметь воспроизводить. Фактически из космоса мы полетели за счет того, что у нас были в УЛАГе. Совершенно верно. Я говорю, шарашки. Шарашки работали. Да нет, ребята, ну зачем так все это? Утрировать. 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 Действовать. Утрировать. Утракать. 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 статистику могу рассказать. В чем здесь статистики? Я просто факт говорю. У нас автомобили с 69-го года не меняются. Я к тому, что это там. И мы этот потенциал использовали, и мы поняли, что дальше действительно кушать нечего. А где взять ресурсы для того, чтобы нам создавать, чтобы переориентировать? Для этого детей надо приходить учить. А это был просто способ снизить социальную напряженность, потому что если ты будешь платить хорошо подготовленное поколение, которое вырастет до 25 лет, например, и скажет, э, алло, а я из такой умный... Партия, дайте подай пару лет. Да, а партия, а что я буду делать-то? А партия тебе говорит, ребята, извините, денег вам на оборудование нет, ресурсов на ваши исследования нет, идите в пень. И кому это надо? Потому что эти активные 25-летние интеллектуальные чуваки, они составили социальную нестабильность общества. Это никому не нужно. Так они и составили, и составили. Именно они и разрушили. Составили, но их уровень, как говорили, был тоже уже на тот момент крайне низок. Ну, по энергии, естественно. Уже понижали. Уже понижали. Поскольку уже было что понижать, то до дна еще было далеко. Ну, уже близко, я думаю, на тот момент. Когда достигнет нас... Ну, вот, вот, Женя вот сейчас ушел, рассказывает, что у него... Ты из этого радует. Что у него в ПТУ, где он учился, у него только несколько человек умело делить. Делить? Да. Ну, одно число на другое, стопер. Ну, а что вот делить? Вот я, к примеру, был. Значит, 70... Я же умножать не мог, да? Была клоунада твоя, конечно, она актуальная, но не к месту. Вот, значит, сидит взвод, 30 человек, 72-й год. Призванные, значит, мы там... Ну, в том числе, человек 10, наверное, было из Ленинграда, да? Выходит, значит, 18-летний юноша. Висит карта, два полушария. И командир взвода говорит, покажите, где, значит, это Советский Союз. Кто-то стоит? Не может. Ну, где, где ваша Родина? Покажи, вот Марс, показали карту Марса. Но она не видела. Покажите. Это я был свидетелем, действительно. Значит, там, ну, как-то, то ли он пальцем там показал или что-то, в общем. Нет, это там без горя попало. Потом, значит, а где Африка? Нет, ну да. Он не смог показать. Но причина-то была тут, наверное, тут несколько другой. Нельзя сказать, что он 10 классов и так плохо отучился в Ленинграде. Тут еще причина была психологического шока от призыва в армию. Это было буквально там первые, ну, не позже, чем первые два месяца после призыва. Второе, что, значит, вот эти несколько человек были, они, значит, по крайней мере предыдущие два-три года явно употребляли алкоголь, ну, не менее чем пять раз в неделю. То есть вот в таком возрасте. Агрессиво. Они протрезвели через это два-три месяца. Нашли на карте Африки, да. Наконец-то! 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 Штука-то вся и в том. Понятно, что есть во все времена, да, всякие чудеса. А в шоковой обстановке можно сказать всякое разное, да. У нас тоже и на моих глазах всякое происходило. И я сам чего только, понимаешь, не городил в своей жизни. Нет, речь-то о другом. Речь о том, что все-таки есть некоторые, вот, некоторые ожидания. Уровень ожиданий на экзамене раз и уровень ожиданий на экзамене два, все-таки принципиально. Да, да. Принципиально. Как хотите. То есть предполагалось, что они могут такое решать, раз я такое решаю. У них были люди, которые это решали. За час, за час, да. Их было много. Не в сто процентов. Это понятное дело. Но они были. Могли кто-либо, вот, из моего десятого класса, вот так вот, меня включая, вот это сделать за час, это уже не факт. А зачем, интересно, вот, в семнадцатом году, ну, грубо говоря, там, в СССР? 1900. Тем более, да, в СССР, зачем нужны были у такого уровня люди? Специалисты, инженер. Ну, потому что инженеру предполагается, что это человек, который в состоянии произвести нужные ему вычисления. Я так понимаю, что во многом это было обусловлено тем, что не была еще сильно развита, как бы, справочная система. Ну, например, мост построить, и надо вычислить там. Ну, вот, классическая задача, Ну, инженерам нужно было. Классическая инженерная задача, которую нам, вот, в Горном, объясняли, зачем вам нужно учиться. И вот, смотрите, у вас задача. Вы там находитесь в геологазветочной партии, зима, вам нужно перетащить, значит, все оборудование через реку. Вас вызывает начальник партии и ставит вопрос. При какой толщине льда мы можем тащить на вот этих вот санях, которые у нас есть, наше оборудование через вот эту речку или через озеро? Ты должен посчитать, какая толщина льда выдержит, надежно выдержит весь этот вес. Сиди и считай. Справочники нужно, я так не посчитаю. Совершенно верно. Справочники уже, в моем время, эти справочники были. Можно, да. Уже нужно было. Но ты должен был многое помнить. А вот в этих вот, в 13-м году, я думаю, просто еще и справочников не было. Эти чуваки должны были еще считать. Нет, 1900. Да нет, не в этом. Просто вот инженер был такой высокого уровня. Их там было, выпускали несколько сотов на всю страну. Ну, мы опять вспомним, это было какое-то элитарное образование. Это вот вспомним на тот момент. В 13-м году это перевозка университет 5000 студентов. Игорь, знаешь, на что похоже? Помнишь какие-то Google? Россию, которую мы потеряли. Вот что-то вот, я сейчас слышу просто отголоски такого, что как-то там, где-то... С одной стороны мы их потеряли. Проекта, образование было хорошее. А с другой стороны все-таки этих инженеров, кораблестрелителей в год три человека. Вот и все. Но тогда один корабль строил один инженер. Все остальные времена. Может, действительно просто было элитарное образование. Им это многое объясняют. А сейчас все-таки массовое. Это большая разница. Простите, ремесленное училище какое-то элитарное образование? Но тем не менее, даже в ремесленном училище в те времена это было ограниченное количество. Да, потому что ЛАТИ, например, это курсы для телеграфистов. Да, МВТУ не Бауна, это ремесленные курсы для детей-сирот. Знаете все эти вещи, да? Ну да. Изначально. То есть это то, что мы говорили на одном из семинаров, утилизация населения? Ну, во-первых, истребили, конечно, много. Вот всех этих преподавателей, которые так будут наручить, их, конечно, истребили в основном в 20-й год. Потом была еще ситуация, так называемое, поражение в правах, лишенцы, так называемые. Когда дети, ну, русские, в первую, преподаватели, скажем, трехфельсовы, что-то еще, не имели права поступать в университет и получить высшее название. Это было лишенцы. Но это все, конечно, было. Пока было для... А можно как бы более такую оправдательную нотку внести? А то у нас все это плохо, да плохо. В самом деле, я думаю, что тут еще есть проблема знаний как такового. Дело в том, что за 20-й век знание катастрофически как бы увеличилось так сильно, на самом деле, до объема этого знания, что, в принципе, никакому человеку, там, никакой его жизни не хватит, чтобы в нем разобраться. И, возможно, в те времена какие-то там более для нас, так сказать, исторические, знаний все-таки было ограниченное количество. Чтобы механику, знаете, ну, там, ну, как бы, какой-то учебник механики-то изучил, в принципе. Да, да. Я с тобой согласен, кстати, сказать. Это же оправдывает... Продушные звания более-менее. Это оправдывает вот эти вот бесконечные раздувания школьного курса. Туда вводятся какие-то предметы. Там, и чёрт-то в ступе теперь только что-то в школе не преподается. Что, на мой взгляд, совершенно ложное занятие. Не надо пытаться в средней школе и даже в университете дать какое-то энциклопедическое образование. Не надо этого делать. Надо давать хороший фундамент по ключевым предметам. В случае средней школы, но это ещё, да, у тебя нужно и математику, и биологию более-менее, и химию. Но тоже основы. Не надо лезть ни в какую, понимаешь, коллоидную химию. Не надо. Не надо. А тем более в университетах, в вузах. Это ещё проще. Там это можно просто делать уже... Что значит надо или не надо? Ну, оно вот так и есть. Не, я просто ещё... Значит, среднего образования заинтересовать, в первую очередь. Я имею в виду, тогда знание было ограниченное, на самом деле. Даже всё совокупность, которое знание присутствовало. Это была точная веганика, была математика, какие-то основы химии там. Ну и чё? Оно было очень ограничено, на самом деле. И поэтому его можно было людей тренировать. Если потратить на это достаточное время. Ты можешь их на всю массу идти. Подожди, а сейчас, на самом деле, очень много таких добавил функций, которые, как бы, ну, отвлекают, да? От того, чтобы тренироваться чему-то одному. Потому что много надо знать. А чего они? Чего они ещё знают-то? Они ещё, блин, которые не ремесленные училища, они ещё и древнегреческий латынь знали. Помимо всего прочего. Ну, вот смотри. Не ремесленные, в гимназии. В гимназиях ещё знали, помимо всего этого, они ещё знали, это, древнегреческий латынь. То есть три языка... Нет, нет, нет. Вот смотри, Влад, я что имею в виду? Гимназий не знали математика. Я имею в виду, например, что в средней школе не надо пытаться преподавать детям теорию относительности и более-менее современную физику. Не надо. Потому что, во-первых, ты это на нормальном уровне всё равно не сможешь сделать. Ты это сможешь сделать на уровне, в лучшем случае, качественном. То есть расскажешь детям несколько сказочек про свет, про искривление пространства, и дети это воспринимают как сказки, совершенно нормальным образом. Поэтому зачем их этому учить? Не надо их этому учить. Им надо классическую физику знать более-менее прочно. Их не надо погружать в теорию вероятности, не надо им пытаться это преподавать в школе. Пусть они алгебру с алисметикой, с геометрией попрочнее усвоят. А теория вероятности кому надо будет? В университете или сам? Всё. Всё. А сейчас попытки всё это втиснуть... Я не понимаю. Задача средней школы, на мой взгляд, нынешняя, это заинтересовать детей в образовании. Чтобы они хотели учиться. Подготовить грамотного потребителя. Вот. Это более правильно. Нет. Потребителя это... Игорь, правильно говори. Это с точки зрения грамотного потребителя, с точки зрения государства. Да, кстати, хочу... А не с точки зрения человечества. Заметишь, что есть специальный тест, помимо знаний, есть ещё тест-компетенции. Ну, например, она там... Выменьшить размер экрана, сократить какой-нибудь файл фотографии, который ты вставляешь куда-то ещё. Тест-компетенции. И наши студенты всегда очень плохо с этим тестом отправляются. То есть простые... А, заказать этот билет по интернету, авиабилет. Вот такая. Наши все очень справляются с этим делом очень плохо. Почти не справляются. На кубик-рубику сыграли? Ну, там не входит. В тест-компетенции это не входит. А кубик-рубика? Нет, ну зачем? Да, в наше время же мы интересовались какими вещами думают. Просто кубик-рубик и т.д. А сейчас чем люди интересуются? Игра в квейк, в дюкер... Я, на самом деле, опять же хочу оправдать, на самом деле. Для чего живёт человек? Неужели человек живёт для того, чтобы его какие-то уравнения решать? Да. Подождите, подождите. Даже если как бы не скатывался к биологизму такому примитивному, человек всё-таки живёт для того, чтобы... Быть счастливым. Да. Да. И чтобы в этом обществе приспособиться, найти своё место, наплодиться, да, там сказать, и прожить какую-нибудь более-менее счастливую жизнь. Да. Так это теория Игоря. Сохранение генофонда. Для этого знания такого высокого уровня не нужно. А тому, кому нужно, Игорь такую фразу ведь сказал, тот сам найдёт этот путь и подготовится. Да, да, да. Это... Если я начал с фантастики, с фантастикой закончу. Ещё замечательное произведение братьев Сругацких, которое называется «Второе нашествие марсиан». Оно всё же было. Да. Первое было у Гереба Туэс, когда мы с ними марсиане приходили и пытались этих людей убить. А второе нашествие марсиана состоит в том, что они приехали и много чего полезного сделали. В первую очередь они резко подняли уровень жизни. То есть уровень пенсии, чего-либо ещё. Замочили с наиболее одиозных бандитов, которые были у них в обществе. Общество стало лучше, более богаче и более счастливое. Что должно было общество для этого сделать? Оно всё должно было сдавать в желудочный сок. Они ходили и сдавали все люди в желудочный сок. Вы знаете, что сыр изначально и сейчас всегда делали из желудочного сока телят. Вот сыр. Где-то у них его брали, убивали телят, убивали где-то. А здесь вот всё население Земли, второе нашествие марсиан, она марсиан-то почти не видела. Она сдавала ни в коем случае не принимать наркотики. А потому что, судя по всему, это на качество желудочного сока влияло. Отрицательным образом. И вот общество живёт вот такое оно, счастливое, спокойное. Но на них головой, ну как у Стругацких плавают, летят космические корабли, но это не их корабли. А общество вот здесь на Земле. То есть они свои поля уже заселили не зелёными растениями земными, а синими. Потому что, если ты ешь хлеб, приготовленный с синего растения, то у тебя желудочный сок картируется в два раза дороже. Но это что-то такое преддверие матрицы. Да. И они вот в этом счастливом состоянии они здесь живут. Там идёт рассказ о человеке, который... Ну, честь пытается с ними бороться, устраивает взрывы, но потом их марсиане отлавливают, но не убивают ни в коем случае. Они гладят по головке и показывают, какой прекрасный стал мир. И те переходят как бы на их стадию вот эти самые эти штуки. И рассказ идёт о бывшем учителе, пенсионере, учителя и астрономии, у которого есть хобби, он, по-моему, матки собирал. Ему тоже предоставили все возможности для любимого хобби. Они берут эти матки, матками обменивают, все они счастливы, он каждый день ходит и сдаёт их. Ну, Игорь, ну разве это не мечта человеческая? Да. Это же мечта человеческая. Желудочный сок это сдаёт, он глотает эту кишку, сдаёт этого сока, получает свои деньги и живёт прекрасно. Игорь, а разве у нас вот как-то внутри организма, например, в желудке, в желудке какие-то бактерии, разве у нас не такой симбиоз? Да. Мы пользуемся их как бы работой, они живут совершенно счастливы. Вот недавно на философском штурме некий фристайл написал статью, что России было бы гораздо выгоднее быть завоёванной какой-нибудь другой страной турками или немцами или кем ещё. Почему? Потому что кормить чужих бандитов цивилизованных гораздо выгоднее, чем кормить своих российских доморухих. 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 Вот он и в этом рассказал. Это как раз речь идёт об этом самом рассказе второе нашествие марсиана на Ростургаст. Нет, ну согласись, что это мечта человечества. Ну непонятно. А какая разница? Просто что как бы менялись, ты желудочный сок, а тебе счастье. Да. А тебе, ну... Комфортная жизнь. Оно стало, жизнь стала лучше, оно не стало идеально, оно стало реально лучше. То есть пришли эти вот этих синих марсиан какие-то люди, которым служат, местного наркоторговца и негодяя замочили, который обижал от бывшего учителя сильно-сильно. Ну и так далее. Для жизни стало лучше и приятнее. Они сейчас сидят-то, наслаждаются. Никаких трансцендентных горизонтов. Никаких трансцендентных горизонтов. Применять свободу на желудочность. Никакой математики, никакой остатки. Не, ну согласись, что на самом деле школа должна готовить к этому и обещать это. Да, да. Что мы подготовим вас. Самое главное, найти самое главное. Сольётесь в экстазе социальном. Да, в социальном экстазе. В социальной сети. Социальный экстаз. Да. Еще кранцовка у вас какая-то. Замечательная.